документальный проект мосты что мы делаем мы берем два города в двух странах собираем две группы подростков 12 16 лет мы узнаем что их объединяет и в чем они различны налаживаем мосты между ними мы делаем документальный спектакль о них самих почему это важно наши страны связывают долгую историю международных отношений но народы разных стран все больше живут мифами друг о друге страшными или сказочными не так важно важно что эти мифы не дают нам встретиться друг с другом по-настоящему идея нашего проекта создать документальный спектакль который станет мостиком для дальнейших открытых и доверительных отношений молодых людей россии с другими странами важно что фокусе нашего внимания окажутся дети живущие в небольших не столичных городах и мало что знающих о повседневной жизни друг друга мы верим что нашим детям жить в едином мире без границ а для этого им понадобятся мосты точка отчета этого сближения может стать наш проект как мы это делаем через эпистолярные техники и театральные тренинги мы будем говорить на разные темы инновации и будущее экология свобода и ответственность любовь и личные границы социальные лифты и рамки самоизоляции и мир без границ отдельное внимание мы планируем уделить мифам жителей разных стран друг о друге мы будем проводить онлайн мосты между участниками в ходе них ребята будут знакомиться и общаться на разные неформальные темы книги фильмы досуг взаимоотношения с родителями задают вопросы и смотрят в глаза друг другу все тексты созданные в ходе лаборатории мы переводим на оба языка и на основе самых интересных острых ярких характерных для той или другой команды делаем документальный спектакль о поколении z в наших странах в роли артистов могут быть как сами авторы этих текстов так и профессиональные актеры весь процесс с самого начала мы обязательно снимаем на видео кто может участвовать критерии отбора подростков их два желания участвовать и возможность участвовать в проекте не нужно обладать никакими специальными навыками не нужно быть красивыми творческими особенными нужно желание выражать свое мнение по самым разным вопросам наша идея в том чтобы собрать молодых людей которым было бы интересно принять участие в проекте и у них нашлось бы время участвовать во всех мероприятиях лаборатории а что если на кастинг пришло и осталось 50 человек это нормально в процессе работы лаборатории неизбежны потери какое-то количество ребят не смогут дойти до финала по самым разыданным причинам да мы не сможем взять в спектакль 50 человек но дать голос этим ребятам использовать их тексты для создания пьесы мы можем почему это возможно просто потому что у нас есть подобный опыт потому что виталий федоров уже много лет работает с подростками как режиссер его документальный проект бонни и клайд был отмечен на фестивале хабаровске чите в воронеже и был приглашен на первый международный фестиваль документальных спектаклей брус-фест а наталья ивацик умеет превращать творческие идеи в реальные проекты организовывать работу и контролировать ключевые точки а что с другой стороны параллельно идет такая же работа на другой стороне моста у ребят тоже обязательно есть куратор они проходят точно такой же путь пишут письма русским сверстникам рассказывают о будущем в котором хотят жить и проходят театральные тренинги для этого не готова подробная инструкция для кураторов мы находимся на постоянной связи с коллегами кому это нужно этот проект будет интересен театру который работает или только хочет начать работу с подростками работает или только хочет начать работу с документальными проектами заинтересован в опыте международного сотрудничества целевая аудитория подростки и родители интересующиеся жизнью и взрослению своих детей а также горожане 20-40 лет которые активно интересуются современной культурой что в итоге оба театра имеют готовый международный документальный спектакль который может идти на площадке автономно вне зависимости от планов второго партнера кроме того важно учитывать опыт полученный в ходе лаборатории подростками двух стран знакомство которое между ними уже состоялось и возможно послужит фундаментом для дальнейшей дружбы и конечно документальный фильм о том как шла работа что в идеале встреча всех участников проекта например в москве и пока спектакля на двух языках с субтитрами